Двое заболевших, один контактный. Это у нас контактный? Это контактный. То есть пока там постоит. Если бы не журналисты и сотрудники ведомств, попадающие в кадр, сложно догадаться, что это учение. Здесь всё, как в реальности. Люди в защитных костюмах и огороженная зона заражения. Спецтранспорт выпускает только после тщательной обработки. 15 погибших оленей и несколько заражённых кочевников. Это последствия отказа от вакцинации животных против сибирской язвы. Именно такова легенда учений. Оперативный штаб организуют на месте, на счету, каждая минута. Чтобы остановить распространение инфекции, погибших оленей тут же сжигают, заражённых вакцинируют. Вот так выглядит санитарно-помывочный пункт, своеобразная красная зона. Именно здесь осматривают тех, кто контактировал с больными. Здесь выкапывается специальная яма. И здесь пойдёт у нас уже медицинский осмотр. У многих, кто сегодня задействован в тренировке, все действия отработаны до автоматизма. Прекрасно помнят 2016-й, когда на Ямал пришла сибирская язва. Пало более 2,5 тысяч оленей, заболели 36 человек, один скончался. Локализовать очаг эпидемии удалось тогда быстро. Ветеринары говорят, в случае новой угрозы они готовы ей противостоять. Сегодняшняя тренировка показала, что за службу не стыдно. У нас есть всё, что необходимо для ликвидации подобных ситуаций. К учениям готовили достаточно долго. Сегодняшние учения самые масштабные за последние пять лет. Их теперь намерены проводить ежегодно. Каждый год мы будем ситуацию моделировать, но уже по нарастанию. Каждый год хорошие такие деньги отпускаются на все эти мероприятия, чтобы не допустить предыдущую ситуацию 2016-го года. Возбудитель сибирской язвы может жить десятилетиями. Поэтому олени на Ямале вакцинируют два раза в год. Это самая действенная мера профилактики. Ведь пока не заболеет животное, не заболеет и человек. Валентина Акунская, Максим Сандрин. Программа «Время Ямала».